Учитель может простить руководителя, наверное, все. И косой взгляд, и, может быть, нахмуренные брови. Но вот если не получится у руководителя так спланировать финансовую деятельность, что не хватит денег на заработную плату, например, в декабре месяце, то вот это, наверное, то, что не простится никогда. Распределять финансы в пединститутах не учили. Курсы управленца проходят уже при вступлении на пост. И позже директора школ садятся вновь и вновь за парты. Не так давно введение стимулирующих выплат отправила их в учебный класс. В распределении стимулирующей части заработной платы, то есть здесь у нас и совет трудового коллектива, и председатель совета школы участвуют. То есть это не должно происходить только на уровне заместителей директора и самого директора. Такие выводы – следствие и цель обучения. Впервые появилась возможность пройти более широкий курс. Впервые директора школ и главврачи больниц стали участниками программы президента. Самое главное в этой программе – это жесткий отбор слушателей, достаточно серьезные элементы программы на каждом этапе, которые позволяют оценить знания. 70 руководителей из Вологодской и Архангельской областей, Республики Коми и Ненецкого округа сели в Вологде за парты. Замминистра экономического развития сегодня прочитала вводный курс. Преподаватели здесь такого ранга. Из первых уст, вплоть до министерств, в среду будет министр образования и науки Фурсенко в виде лекций, в виде бесед и в виде обратной связи. То есть мы можем какой-то вопрос даже задать. У Ирины Курныгина, директора школы, из междуречия свои к преподавателям вопросы. Под ее руководством 10 учителей и меньше 40 учеников. Если будут деньги, планируют открыть при школе группу Дешкалят. Возможно, это и станет проектом, который директор защитит по окончании курсов. Только в последние годы у нас появилось понятие, как малокомплектная школа. То есть вот как, в том числе вот малокомплектная школа, жить в новых условиях, продолжать свою работу. Это, наверное, вот те вопросы, на которые мне бы хотелось получить ответы. И врачам, и учителям не привыкать учиться. Две недели и в выходные тоже им это предстоит. Финансовая деятельность – основная, но не единственная часть образовательной программы. Мы можем научить, как эффективно замотивировать работников организации, для того, чтобы они были нацелены на результат. К слову, результатами нацпроекта «Здоровье» правительство страны не очень-то довольны. От его имени об этом сегодня заявила замминистра эконом-развития. В том числе и это обучение на ситуацию сможет повлиять. Юлия Махва, Игорь Трифонов, Новости Вологды.